Сегодня у нас директор Тираспольского объединенного музея Алла Меленчук. Патриот может критиковать власть, как вам кажется? Ну а как же? Как можно адаптироваться к этой жизни? Знаете, надо делом заниматься. Пришлось переехать и три года прожить на Чукотке. В хорошую погоду Америка была видна. И как там? Вы супруга военного. Да. Каково это? Добрый вечер, это специальный разговор. С вами я, Виктор Савченко. Мы встречаемся каждую субботу и каждый раз мы приглашаем гостей, которые интересны и нам, и вам. Сегодня у нас директор Тираспольского объединенного музея Алла Меленчук. Алла Антоновна, добрый вечер. Добрый вечер. Вы и история о Тирасполь. Благодаря вам мы всегда узнаем что-то новое. Для вас Тирасполь, что значит? Ну, у меня с Тирасполь даже день рождения в один день. Да. У вас и у Мэра. Да, и у Мэра, да. Правда, я младше Тирасполя, у нас 160 лет. Вот, ну, для меня это город, в котором прошла большая часть моей профессиональной работы. Это город, в котором родились мои дети, и как бы человек ни менял место жительства, и даже фамилию, место рождения все равно остается. Тирасполь. Вот, у меня даже стихотворение, мне Тирасполь записан по месту рождения. Где бы я ни была, город будет со мной. Это я для дочки написала. И потом, понимаете, у нас такая специфическая история, вот, между Украиной и Молдавией, ну, Бессарабией, собственно. И получалось, что в советское время, вот в эти наиболее благополучные послевоенные 50 лет, да, на Украине защищали диссертации в рамках, собственно, Украины. В Молдавии, ну, как правило, в основном в пределах прутоднестровья, поскольку там сохранились архивы. А Тирасполь как-то так... Всегда оставался в стороне. ...оставался на пограничье, скажем так. И поэтому очень многие вещи, тем более недорекционных, недовоенных архивов, собственно, в самом городе не сохранилось. Они есть в Одессе, в Херсоне, немножко в Кишиневе, в Москве, в Питере, в Одессе, даже в Харькове. То есть достаточно сложно было все это с годами набираем. В общем, для вас Тирасполь это какой-то неисчерпаемый архив. А сейчас, как вам кажется, есть какие-то вещи, которые вы не знаете о родном городе? Думаю, что да. Я думаю, какие-то подробности старта Молдавской автономной республики, поскольку все это решалось в Харькове, который тогда был столицей Украины. Мы ходили в состав Украины. И когда столица переехала в Киев в 1934 году, архивы в Киев не передавали. А мне в Харькове работать не доводилось. Поэтому я думаю, что там есть что еще почитать. Ну, а вы наверняка найдете какие-то данные. Историю можно назвать любовью всей вашей жизни? Ну, в параллель с другими вариантами любви. Своим родным, близким, детям, к мужу. Вы директор Тираспольского объединенного музея, руководитель. Вы строгий руководитель? Нет, если бы вы попросили определить себя в качестве руководителя, я не сколько администратор, сколько научный руководитель. Потому что я понимаю, что если я редактирую какую-то статью, а музей работает на принципах единоначалия, все, что выходит за пределы музея, все просматривает директор. Статью, пресс-релиз, сценарий мероприятия. И я должна быть уверена в том, что написано. Вы главный редактор музея. Ну, да, я не смеюся, директор-редактор. Да, мои так смеются. Вы можете за что-нибудь уволить человека? Ну, только если это является нарушением закона. А из каких-то моих сугубых личностных характеристик нет. Приходилось вам когда-нибудь это делать? Приходилось. Были ситуации? Да. Музеи Приднестровья сегодня. Вот если описать их состояние, как бы вы охарактеризовали нашу музейную сущность? Ну, многое нужно еще дополнить. Многое нужно узнать. Ну, и, наверное, все-таки нужен музей истории самого Приднестровья. Этого нам не хватает? Да. Ну, такой вопрос он обсуждается. Он поднимался. Он в стадии, так сказать, интереса и профессионального, и административного. И этот интерес вполне оправдан. В музее работать не скучно? Нет. Ну, это же прошлое. Ничего не происходит, казалось бы. А люди приходят разные. Ну, вот в качестве примера вам приведу. Бессмертный полк. Да. Сегодня это очень такая позитивная сторона нашей общей жизни. И постсоветской даже в целом, да. Звонит человек и говорит, я хочу взять у вас фотографию своего деда. Я говорю, он у нас воевал? Ну, мы собираем тех, кто Тираспольский, мы краеведческие музеи. Нет. Он у нас жил, нет. А почему вы хотите у нас взять его фотографию? Ну, вы же музей. Я говорю, понимаете, вот в Советском Союзе было около тысячи музеев. Во время войны, это уточненная цифра, погибло 26 миллионов 450 тысяч граждан СССР. Вы считаете, что в каждом из тысячи музеев должно быть столько фотографий? Он сказал, по-моему, я не прав. Положил трубку. Но это редкий случай. Обычно настаивают, поэтому очень часто путают музеи с архивами, приходится объяснять. Что если ничего семья из личного архива не передавала, или из какой-то коллекции, или из каких-то предметов, то искать этого у нас и не стоит. Приднестровье пытается привлечь туристов. И музеи в этом плане, это такая достаточно важная вещь, потому что когда люди едут за границу, они посещают в том числе и музеи. Лувров у нас нет, толп туристов у нас нет. Что могут сделать музейные работники, а может быть и государство, для того, чтобы вот эта музейная сущность привлекала людей за границей? Ну, чтобы мы... У нас много посетителей, в том числе мы смеемся импортных, то есть из дальнего зарубежья. То есть россияне это не импортные? Ну, они свои в общем. Многие приезжают с вопросами и понимают, что задавая вопросы, они уже знают часть истории. А импортные? А импортные, там особенно как-то был парень из Японии, потом китаец несколько раз приезжал. Причем, знаете, со знанием русского языка интересовался. Я говорю, почему? А вот, может, диссертацию напишу в Приднестровье. Очень важно, чтобы было соответствующее оснащение на современном уровне, чтобы мы помимо подлинников могли показать какие-то вещи электронным образом поданные, там какие-то слайд-шоу и так далее. Вопросы эти решаются, нас понимают, руководство понимает, и я уверена, что это, так сказать, воплотится в большее, чем сегодня. А что удивляет иностранцев в Приднестровье? На что они обращают внимание? Они упорно говорят, что мы осколок Советского Союза. Так. Вот, ну, а мы говорим, что мы благодарные потомки. Советское время было очень благоприятным для нас. Вот, один из них подошел, попросил просто со мной поговорить, хотя у нас там дежурные экскурсоводы, пригласили. Ну, а вот чем вы докажете, что советское время было самым таким? Ну, вы знаете, говорю, в Тирасполе было 40 предприятий. Вот так. Как? Ну, население было 200 тысяч. Вам, говорю, еще что-то нужно рассказывать? Нет, не надо, мне понятно. Но все равно мы же никуда не делись от памятника Ленину и так далее, и так далее. Да, конечно, конечно. Эти вещи у нас остались. Как долго нас еще будет называть заповедником Советского Союза? Или вы в этом принципе ничего плохого не видите? Я не думаю, что это, как бы, комплимент со знаком минус. Нет, конечно. Это узкая часть нашей истории. В общем, проблема. Ну, знаете, сейчас делается много для того, чтобы было понятно, что и древолюционное время у нас было интересно. Ну, та же Бандерская крепость, которая подсказывает 55-й Подольский. Вот сейчас решается вопрос об установлении памятника 56-му Житомирскому полку в Тирасполе и Астраханскому Драгунскому, которые участвовали в Бородинской битве и, скажем, там и в борьбе в Крымской войне за Севастополь и в Русско-Японской войне и так далее. Единственное, что хотелось бы, чтобы было побольше древолюционных фотографий, например. Они у нас есть. Спасибо, в тот момент была мода на открытки почтовые, фотометодом подготовленные. У нас есть и, как Николай II провожал полки, 55-й Подольский, Житомирский, Астраханский остался здесь на Русско-Японскую войну 1904 года. Есть здания различные и так далее. Ну, хотелось, чтобы этого было побольше и, понимаете, человеку всегда интересно то, что он может всеми чувствами своими прощупать. И слухом, и зрением, и осязанием. А в музее это есть. В общем, есть шанс у нас сломить вот это отношение к нам. Вы часто говорите фразу «Я жила в великой стране, а проснулась в маленькой». Это плохо? Это стихотворение. И когда ребята просят меня прочитать что-то перед тем, проверить качество звука, я говорю «Я в великой жила в стране, а однажды проснулась в маленькой». Понимаете, стихотворение-то идея какая? Когда ты в великой стране, и происходят какие-то мировые события, и твоя страна там принимает участие, и у тебя какие-то такие общепланетные какие-то представления, что ты часть этого процесса. А когда ты в очень маленькой стране, немножечко иначе уже смотришь на то, что происходит вокруг Европы и даже за ее пределами. А в чем отличие? Советская психология и преднестровская психология? Советская психология, в общем, определяла, что мы так или иначе сопричастны к тому большомасштабному киперпроекту. Ну вот и Гагарин уже не наш, и медали Олимпиады, но не буду сдавать багаж, что было общего ради. Вот такое было ощущение. Ощущение человека, живущего в маленькой стране, человека, живущего в огромной и великой стране, это разные ощущения. Так на нас тоже сказываются сейчас великие какие-нибудь важные события. Сказываются. Америка принимает санкции против Российской Федерации, а сказывается на нас. Так что мы все равно задействованы. Да, это точно. Хорошо бы, чтобы в позитивных вещах больше были задействованы. А что вы почувствовали, когда поняли, что Советского Союза больше нет? Хотя я не верю, что это был какой-то один день, и все в это поверили. Ну, к развалу шло долго, в общем-то, и было понятно, что, к сожалению, как наиболее отрицательный момент это все может произойти. Ощущение было того, что какая-то большая, очень общая часть, объединяющая людей, она распадется на осколки. И, в общем, реально так оно и произошло. Скорее, сожаление о том, что было. Но, понимаете, человек так устроен, ему пообещают, что будет лучшее. И он поверит. Были времена, ну, как оценка времени, да? Были времена, только ленивые анекдоты про Брежнева не рассказывала. Теперь мы понимаем, что это было самое благополучное время Советского Союза. Когда вы первый раз увидели Тирасполь, вы уже были достаточно взрослые. Ну, достаточно взрослые, да. Каким он вам показался? Знаете, таким по сравнению с селом, в котором жила, и с очень скромной школой, в которой училась. Ну, в общем, солидным и большим городом показался. То есть, таким серьезным городом? Да, серьезным, большим, промышленным, оживленным, шумным, многолюдным. А ваше родное село Кирилловка в Одесской области, оно какое? А его сейчас нет. А что с ним произошло? Ну, очень много сел в Одесской области, особенно в постсоветское время, перестали существовать. Потому что ушли колхозы, и это был единственный способ, так сказать, зарабатывания средств жизни. Ну, там была очень сложная обстановка. Ну, чтобы вам было понятно, моя мама из Павловки родом, отец из Нового Мира. Отец Молдаванин, мама Украинка. А школа была посредине в этой самой Кирилловке. Они тогда туда ходили, в эту школу. Там и встретились. Да, и мама учила его русскому языку, что называется. А сегодня ни Павловки нет, ни Кирилловки, и Новый Мир, в общем, очень, там тетя у меня осталась, очень маленький поселок сейчас. Достаточно сложно сейчас живет село. Достаточно сложно. Вашей биографии дальше Одесский государственный университет, факультет истории. Какое у вас самое яркое студенческое воспоминание? Наверняка не одно. А знаете, какое яркое? Я три экзамена сдала на пять, один на четыре. А фамилия-то у меня Молдавская. И было собеседование. А конкурс был очень большой, 15 человек на место. Это только по Молдому-нахальству, наверное, можно было. Из маленького села, в котором даже сельсовета не было. В такой город, как Одесса. Почему не Кишиневский университет? Почему? Слободзейская школа номер два, в которой окончила среднюю. Потом вот. Я говорю, вы понимаете, я родом из Одесской области. И если говорить о прозе жизни, то у меня есть родственники в Одессе. Бабушка, дядя, тетя. Я могу где-то там, что называется, я им так и сказала, приткнуться. А в Кишиневе нет никого. Ну, заулыбались и приняли ответ. Вы работали учителем истории в Одессе и в Тирасполе. Наверняка знаете, как и сегодня дети относятся к истории. Если сравнивать, как это было в советское время и как сейчас, отношение детей к истории, оно изменилось? Знаете, в Одессе я работала по распределению в школе, которую окончил Жванецкий. И в этой школе это был... Это как-то повлияло на эту школу? Да, конечно. Это был еврейский центр еврейской Одессы. У меня там переулок рядом был. 95% учеников были евреи, столько же было преподавателей. И представьте себе ситуацию, при которой заболел учитель, и меня попросили общественных в 10 классе вести. У меня-то были классы помладше, поскольку у меня было 22, когда я окончила университет. Старшеклассники со мной с разницей в 5 лет, да? Ну вот, обществоведение. И четвертая четверть, и тема «Наша цель – коммунизм». А там рядом привоз, и большинство родителей там работают. И, соответственно, у детей домашние впечатления одесские, понимаете, да? И они говорят, а что будет при коммунизме хорошее? Я говорю, ну, от каждого по способностям, каждому по потребностям. А я говорю, вопросы есть? Есть. А какая у вас зарплата? Я говорю, ну, 200 рублей, две ставки были. Ну, это было много? Да, конечно, после повышенной стипендии в 46 рублей это было много. А ученик говорит, моя мама за день на привозе имеет больше, и зачем ей ваш коммунизм? Ну, это же Одесса. То есть получается, что сегодня отношение детей к истории, мне кажется, вот этот вопрос очень современный по поводу зарплаты, и что мама там зарабатывает больше на привозе. Больше, да, на привозе. Ничего не изменилось? Вот как в той школе относились к истории, так и сегодня относились? Понимаете, вот Одесса того времени, особенно вот эта вот школа, которая работала… Оказался город будущего. Да, можно и так сказать, да. Жванецкий, вот хорошо, что вы упомянули о патриотизме, писал. Патриотизм – это четкое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы живем хуже других. Вы согласны с этим? Имеется в виду, что патриот – это тот, кто должен еще потерпеть, еще подождать, понять, почему нам плохо? Вы знаете, иногда в режиме юмора можно рассказать то, что нельзя рассказать официальным языком. Да, особенно в советское время. То есть что-то в этом есть? Ну, вы понимаете, вот наш регион, в чем его особенность? В том, что мы люди с юмором. Однажды у Стоянова спросили, говорит, вот у вас такой особенный петербургский юмор, когда они как раз вот в разгаре и на подъеме был городок, как это вам удается? А он говорит, это надо, чтобы я родился в Одессе, а Леника в Кишиневе. А мы посредине, поэтому без юмора нам тоже никак нельзя. Ну, патриотизм – это когда надо потерпеть. Вы согласны? Сейчас это тоже так? Ну, я бы так радикально не говорила, но с другой стороны, с учетом прозы жизни в какой-то мере, да. Ну, патриот может критиковать власть, как вам кажется? Ну, а как же? Да, сегодня есть такая возможность. Единственное, чтобы им двигали патриотические соображения. А как это вот отделить? А вот интересно, как это отделить. И кто это будет определить? Нет ли тут личного интереса, да, что называется? Конечно. Давайте к истории снова вернемся. В наши дни модно говорить о том, что ее пытаются переписывать, да, и в школьные учебники пытаются кто-то вносить поправки, а может быть даже госдеп, кто его знает. Это на самом деле опасно? Это небезопасно. Это небезопасно, понимаете? Нюанс какой? Вот то, что ребенок воспринял как аксиому, он воспринимает это как само собой разумеющееся, понимаете? Ну, ему сказали так. Вот так, он с детства понял, что это так. Да. Поэтому это небезопасно. Ну, вот в качестве примера приведу. Как-то обсуждался вопрос на коллегии Минпроса, а мы входили долго в Минпрос, я была в составе коллегии, чтобы в наших украинских, так сказать, учебных заведениях были учебники украинские. И тогда долго спорили, я тоже там выступила, говорю, понимаете, так нельзя. Если взрослые могут понимать, что об одном и том же можно судить по-разному, дети ведь этого понять пока не могут. И если ребята, живущие в соседних квартирах, для одного мазепа-герой, а для другого, в общем, предатель, которого судил Петр I, вы что потом, в песочнице с ними будете разбираться? И было принято решение, чтобы, коль скоро мы живем и работаем по стандартам российским и в культуре, и в образовании, то просто на украинский язык перевести российские учебники, чтобы раздрайв головы детские не вносить. — Ну, надо ли ребенку с детства объяснять, условно говоря, что правы красные или правы белые? Ну, сейчас этот вопрос не стоит, но, тем не менее, какую-то одну точку зрения, ну, вбивать его голову, потом ведь избавиться от этого будет сложно. — Ну, насчет вбивать я бы не стала. В любом случае, человек имеет право подумать над тем, что ему говорят. — Ну, как в той детской школе. — Да, да, как в детской школе. А с другой стороны, ну, ориентировать человека на то, что важно в его стране, наверное, нужно. — В конкретный исторический период. — Конкретный, да. — А кто знает, что будет завтрак? — Да, это непростой вопрос. — Алла Антоновна, давайте о вашей семье поговорим. — Давайте. — Вы супруга военного. — Да. — Каково это? Что это значит? Какое новостное оказывает отпечаток? — Знаете, я когда собралась выходить замуж за военного, два моих воздыхателя, значит, эти университетские… — Которые не военные. — Да, не военные. — Рассказывали мне анекдот. Стоят две женщины в очереди, и одна говорит, ой, ну, ну, какой у меня прям, ну, 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 такие меха, вот такие у меня меха, ну, вот то ли лисичьи, то ли еще какие-то. А мужчина сзади в очередь стоит, говорит, а вы что, жена военного? — Да, как вы поняли, по мехах? — Нет, говорит. — По ухах. Ухи у нее замерзли, понимаешь? — Ну, считали, что жены военных, как правило, это женщины не самой высокой, так сказать, информированности и подготовки. Вот. Ну, временами я с этим сталкивалась, сталкивалась, да. А в целом, ну, обязательно есть. Ну, вот если я окончила Одесский университет, а подруга, жена офицера, Одесский институт связи, их было два на весь союз, жена командира института Мориса Тореза, иностранных языков в Москве, вы понимаете, что. Но сначала было сложно. Пришлось переехать и три года прожить на Чукотке. В хорошую погоду Америка была видна. — И как-то в Америке. — Остров Святого Лаврентия, да. Привозили эскимосов, это как раз были времена, когда Горбачев с Рейганом гуляли по Красной площади, там и так далее. И впервые за многие десятилетия эскимосы приезжали к своим родственникам, которые остались на Чукотке, общались. И было интересно смотреть на то, что они татуированные на лицах. У нас уже там этого как-то не было. И что они подмели все чашки, которые были фаянсовые и фарфоровые. Потому что там уже была сплошная, не знаю, полиэтилен сплошной был. Ну, такой, в общем, пластмасса была. Интересно было. Ну, сложно, сложно, потому что, ну, как на Чукотке говорили, в июне еще зима, в июле уже зима. Вот такая вот. Там лета нет, да? Да, пришлось дочку сюда привозить, потому что у нее стало падать зрение от того, что белое-белое-белое, и не работают на цвета эти мышцы, глаз и так далее. Какое отсюда расстояние до Чукотки? Ну, если из Москвы до Анадыря 9 часов лета. А потом еще там самолетом летели. Как можно адаптироваться к этой жизни? Это же другое место. Ну, знаете, надо делом заниматься. Надо делом заниматься. А что вы делали на Чукотке? Я преподавала в вечерней школе и в заочной. И по вечерам мы ходили по казармам, преподавали там. Интересно было. Дежурный кричит, а та, учительницы пришли. И ребята, которые уже сняв всю одежду там в этих своих, в нижней одежде, разбегаются. Мы проходим в красный уголок, закрывается дверь, и мы со своими ребятами занимаемся. Но потом я работала в райкоме партии еще. Нам пришлось еще там переехать. Не лично нам, а целиком всей части. Лектором я там была. Помню, я ошарашила их. Я была здесь лектор общества знаний республиканского звена. Ну, здесь-то у нас до республики 73 километра. А там? До Магадана попробую долететь. А до Москвы сколько? И только тогда ты станешь лектором республиканского звена. Я когда ходила читать лекции, мне даже машину давали. Да, потому что я была единственной лектором республиканского звена вот в этом месте. Ну, вот так как-то. Удивительно. Ваши дети живут не в Приднестровье. Да. Вы хотели бы, чтобы они вернулись? И почему они не здесь? Сын военный. Да. И он сам собой не распоряжается. А дочка высложала за российского миротворца, уехала вместе с ним в Россию. Так получилось. Часто видите детей? Ну, с дочкой чаще. А сын военный, его уж не пропускают сюда, вы понимаете. А где вы ведетесь? В скайпе. В скайпе, да. В последний раз виделись в 2013 году. Вот как на Украине пошли все эти сложности передвижением людей с российскими паспортами. Вот видите, как внешняя политика все-таки влияет на маленькое Приднестровье. Вы состоите в союзе писателей. Да. И пишете стихи. Да. Прочитайте что-нибудь. То, что вам первое приходит новым. Край наш добрый и светлый, наш кусочек планеты. Незасыпанный пеплом отсаженных рассветов. В нем июльские ливни, листопады, сугробы. Много судеб счастливых, драгоценнейшие пробы. Чтоб глаза открывали утро радуюсь детям. Мирный дух каравая – самый главный на свете. Пусть в родном Приднестровье подрастают невесты, а для боли и крови не останется места. Спасибо. А как, Алла Антоновна, вы открыли в себе дух поэта? Вы знаете, я всегда писала. То есть какие-то стимгазеты, то еще там что-то, то на КВН. Но когда росли дети, отнимать у них это время, что называется, был грех. И так всерьез с 98-го года. Пишу каждодневно практически. Каждый день пишете? О чем пишете? Ну, сейчас о марте, например. О том, что сегодня началась, ну, 1 марта началась весна, что мы ее ждали, что Марцишоры, что 8 марта. Ну, как-то так. Правда, гимнописцем это стало случайно. Я автор гимна Тирасполя, Суворовского училища и соучастник гимна БНД. А как вы написали гимн Тирасполя, расскажите? Вы знаете, я с учетом профессии, я не из тех, кто пытается лидировать, что всех где-то предлагать и так далее. Мы же больше отражаем чужие биографии. Но так получилось, что Управление культуры дали поручение. А те варианты, которые принесли, ну, что вам было понятно, когда ко мне обратились сотрудники, так сказать, Управления культуры, говорит, мы завалим это поручение, потому что получается, вот, ну, то, что вам было понятно, говорит, принес человек вариант гимна, и там в припеве рифмовались капитализм, социализм и фашизм. Ну, как интересно. Ну, вот так. Вот. Ну, попросили, я попробовала, ну, 14 вариантов написала в итоге. 14 вариантов? Где-то лежат еще эти 13 вариантов. Есть. Покажете потом когда-нибудь обязательно, да? Есть, конечно. Алла Анатоновна, теперь наша рубрика «Блиц». Я буду предлагать вам два варианта на выбор. Вы выбираете один. Либо я задаю короткий вопрос, вы коротко отвечаете. Одесса или Тирасполь? Тирасполь. Какой у вас любимый город Приднестровья, кроме Тирасполя? Бажала Бандеры. Логично, да. Три ваших любимых книги? Ну, я люблю Паустовского и читаю всегда с удовольствием его. Жаль, что он не стал вауреатом на Блицком премии, хотя это предполагалось. Ну и Симонов, живой и мертвый, тем более он начинал войну в 41-м под Рыбницей. А сейчас что читаете? Ну вот, ну сейчас я больше в интернете. Сейчас вот занимаюсь историей казачества, поскольку мы получили такое поручение. Очень много набрано, но надо еще посмотреть. Интересно. Да. Ахматова или Цветаева? Ахматова. Поэзия или история? И то, и другое. Если бы у вас была возможность совершить путешествие в прошлое, вы бы отправились в какую эпоху? Пожалуй, в 70-е годы 20 века. Почему? Очень важное для меня время, очень благополучное время. И, скажем так, время такого общего позитивного настроения людей. Какая историческая личность для вас является примером для подружения? На задачу ли вы меня? Знаете, мне сложно сказать. Выбрать сложно. Хорошо. Николай II или Сталин? Их по-разному можно оценивать. Но Николаю II не хватило характера, к сожалению. Хотя, конечно, Николай II предпочтительнее Сталина. Горбачев или Смирнов? Смирнов, конечно. Можете ли вы называть себя счастливым человеком? Ну, в общем, да. Я человек позитивный и стараюсь из того, что происходит вокруг, ну, ныне смертный грех. Приднестровье для вас это? Несколькими словами. Это место, где пересеклись судьбы многих народов и где сложилась такая общность, в котором мы благодарны за то доброе, что было. И стараемся соответствовать тому, что написал Рождественский. Национальность для человека не заслуга и не вина. Если страна понимает иначе, значит, несчастная наша страна. А наша страна счастливая. Очень исторически вы смотрите на этот вопрос. Алла Милинчук, директор Тираспольского объединенного музея. Спасибо вам большое. Это был специальный разговор. С вами был я, Виктор Савченко. Сразу после нас сарафан-шоу. Не переключайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова